Начальник караула Владимир Устюгов принимает решение, как тушить пожары и какими силами. Учитывается направление ветра, наличие сухой растительности и другие факторы. Огонь может повести себя непредсказуемо. Была большая глубокая балка и угроза распространения была на соседнюю деревню. Хотели как бы впереди заехать, предотвратить, чтобы ни распространения не было огня. Хотели потушить, а он развернулся и пошел в другую сторону на нас. Первыми на место прибыли лесники, добровольные пожарные дружины и главы поселений. Но самим справиться не удалось, а пожарные застряли в траншеи. Спасать лесное хозяйство готовы новенькие бобры – гусеничные вездеходы. Хутор все-таки загорелся. Началась экстренная эвакуация. Огонь тушили сразу с нескольких сторон. В лесу помогали недавно поступившие на службу областной противопожарной службы специализированные газели высокой проходимости. С воздуха поливал вертолет Ми-8, орубил просеку и окапывал зону возгорания танк. Это лесопожарный танк, вместимый сюда 10 человек. Он выполняет сразу несколько функций. Например, этот клин валит деревья толщиной 15 сантиметров, а резервуар для воды вмещает 4 куба. Машина легка в управлении, ее может водить даже ребенок. Только штурвал и ничего лишнего. Руководитель учений, замгубернатора Вадим Артемов оценил работу личного состава на отлично. Самая главная задача – это, чтобы руководители сами воочию увидели, как необходимо действовать, как необходимо организовывать взаимодействие, причем и на муниципальном уровне, и на федеральном, и, конечно же, на областном. Общая площадь Донских лесов – 360 тысяч гектаров, а всего за час может сгореть 15. Вовремя обнаружить и потушить возгорание помогают пожарные старшины – волонтерская организация, созданная в прошлом году. Олеся Слинко, Сергей Вишняков. На Дону.